Сегодня ситуацию и обстановку мы здесь все знаем, что хотят здесь, знаем, что здесь у нас хотят... Первое, здесь три земельных участка, который первый располагается под детсадик, второй участок, как по первой информации, сегодня должна быть дорога, и третий участок неизвестно пока под что, согласно муниципальному контракту, который вот... А кто хочет? Кто это хочет сделать? Дальше слушаем. Меня зовут Сергей Мильвиц, я член общественной палаты Приморского края в комиссии по экологии, по общественному контролю Приморского края. Сегодня, вчера я разговаривал с вице-мэром, объяснил ему ситуацию, сказал, что надо эту ситуацию более глубоко рассмотреть, потому что люди будут недовольны, людей очень будет много, тем более кусочек, я как понял, на Первомайском районе леса, это единственный, как сказать, единственный клочок такой, сквер, в котором вы можете отдыхать. На самом деле. Вот. Сегодня его был ответ такой, я ему написал, сначала звонили, все раз с ним разговариваю, потом он написал мне, хорошо, все понятно. И он всех вас приглашает, и администрация города приглашает 25-го числа, 25-го, в школу 25, знаете, да, где находится? В 5 часов, да, по-моему? В 5 часов. В 5 часов, то есть вы должны туда обязательно прийти и выразить свое желание. Просто я хочу сказать вам, что... В 17 будет поздно, регистрация начинается раньше, а то все придут к 5, не зарегистрируются и не попадут. Я хочу сказать, я сейчас хотел сказать, что нужно для этого и все. 25-го числа, вы все приходите к 4-м часам, возьмите с собой паспорт, зарегистрируйтесь, потому что если вы придете в 5, вас просто не зарегистрируют, и право голоса у вас, к сожалению, не будет. Вот. На сегодняшний момент, вы сами понимаете, что у нас это не единственная проблема в городе, где у нас вырубается лес, потом строятся либо там супермаркеты, либо строятся какие-то другие 9-этажные, 25-этажные. И, к сожалению, не всегда проходят общественные слушания. Как только мы начинаем возмущаться, какие-то свои доводы доводить, тогда они проходят. Вот. На сегодня добились того, что будут общественные слушания, общественные обсуждения, и вы выразите свое желание. Вот. Наше мнение, как от общественной палаты Приморского края при губернаторе, наше мнение, здесь должен сохраниться сквер и лес. Вот. По максимуму. По максимуму, потому что действительно у нас не самая хорошая экология вообще в городе, поэтому действительно нужен лес. И мы когда... Я здесь первый раз просто посмотрели сегодня, то есть как-то по картинкам иногда непонятно, какие там деревья, что, какие деревья. Но сегодня мы посмотрели, как есть ситуация. Сегодня Олегу Николаевичу губернатору будет доложено по поводу, какой, что, какой здесь лес. Поэтому пока будем бороться с этим. Вот. Что еще хотел сказать? Прошу вас, чтобы, когда мы будем собирать собрания какие-то там, или будут какие-то, собирать подписи, обязательно активно участвуйте. Потому что были моменты, когда мы тоже на садгороде, знаете, много вырубались с лесов и так далее. Мы и президенту докладывали, на пресс-конференции докладывали все. Но, к сожалению, у нас задним числом каким-то образом оформлялись земельные участки, а потом выявлялось это все через 10 лет, и оказалось, что оп, а это уже чья-то собственность. Естественно, это уже сроки давности, и расследование, и подделка документов, это очень сложно все это выявить, это понятно все. Поэтому будьте активнее, и все у нас получится. Сейчас более подробную ситуацию я предоставляю слово директору фонда у нас, развития города Владивостока, Николаю Смирнову. Он сейчас вам подробно расскажет. Самое главное, запомните, быть активными, это первое. И второе, обязательно прийти на общественное слушание, на общественное обсуждение. Все, в принципе. Какие будут лично ко мне потом вопросы, после собрания мы с вами обговорим. Да, говорите. Мэр, кто именно? Да, да. Юров. Фамилию знаете такого? А почему, уже Юров? В общем, я понимаю, что кто-то из вас первое что-то слышит, вы сами знаете, что у нас сейчас происходит и в администрации края, и города. У нас меняются одни, приходят другие. Поэтому, естественно, вы многого не знаете. Ну, и фамилия может быть сегодня, завтра Юров, завтра будет там Смирнов или еще кто-то другой. Ну, в общем, это не суть. Суть, вот как бы, вот это, суть должны вы понять. Михаил, давай. Здравствуйте. Да. А вот по поводу, почему вот 4 часа подходить, пятница, рабочий день, молодежи уже не будут? Смотрите, в чем, вы же сами понимаете, сегодня, да, сегодня вы все возмутились. Да. Если бы кто-то из вас, вот там, 5-6 активистов, да, не возмутились, да, оно бы так и пошло, рубили и все. И, конечно, наверное, скорее всего, со стороны той комиссии или администрации выгодно сделать общественное слушание в 12 часов дня или 4 часа дня, чтобы вы все были на работе. Ну, все без вас, понимаете? Да. Ну, я попрошу относитесь к этому серьезно, во-первых. Я понимаю, что у всех работа, у всех что-то там, мамы, папа или семьи или что-то, что-то. Ну, обязательно надо придите и вырастите свое время. Мы, со своей стороны, с общественной палатой, с нашей организацией и со всеми активистами, мы уже работаем не первый год, мы постараемся сделать все возможное. Собрали сегодня подписи, мы подготовили нормальный протокол, естественно, завтра этот протокол передастся и губернатору, и общественную палату, и тому же вице-мое, чтобы какие-то моменты, то есть, уже решали. А если бы вы нас предупредили раньше, мы бы по дому собрали подписи. Дорогая моя, у меня сто объектов, сто объектов, где вырубка леса по краю, понимаете? То есть, нам поступил сигнал, то есть, в общественную палату, вот, люди сообщили, и мы пришли. Спасибо тебе, люди. Вот так, поэтому, да. Давайте, давайте, я продолжу. Для начала, для начала, по поводу общественных слушаний, почему мы собрались сегодня, почему мы проводим это собрание? Изначально, у меня с разного года, не хотели провести слушаний, вот, публичных, то есть, они хотели сделать заочно, чтобы люди им слать бумажки, и они, якобы, на основании этих бумажек, будут принимать ощущения. Да. Но, когда мы подняли шум, когда вот начали, и в СМИ, и в соцсетях начали об этом писать, и везде подукривать, они, как бы, пошли уже на то, чтобы привести общественные слушания, то есть, чтобы люди пришли и задали им вопросы. Потому что, по этому участку, очень много есть неясностей, очень много есть тех опросов, которые они не дали. Прежде всего, здесь нету, как такого, плана самого садика, то есть, непонятно, где он будет строиться. То есть, где-то там, в этом углу, но на плане его нет самого. Помимо этого, помимо садика, еще они планируют вырвать лес, еще, под дорогу. Где дорогу они хотят строить? Они хотят делать дорогу вот здесь, вот здесь. Но, зачем она здесь? Но, есть дорога ниже, и дорога выше. Зачем еще одну дорогу строить? Да, зачем уже здесь? Да. Вес, вот это будет отрываться. Плюс, они хотят гормить еще полтора или два гектара еще под временную стоянку для строительной техники. Для чего? И что будет в дальнейшем на этом месте, на этой стоянке? Стоянка. Да. На их документах есть такие интересные, как бы, отпечатки, что они планируют строить дома. То есть, там, где указаны участки лесные, там уже написано, что это дома. Дома, многоэтажные дома. Понимаете? Чтобы мы вообще не выехали сюда. Да. И вполне возможно, что они планируют по местам садика и дороги в дальнейшем и построить многоэтажные дома. Да. То есть, чтобы взять кусок места, нужно вырубить немножко, чтобы было умазать. Да. То есть, они... Садик, 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 садик. Поэтому, я еще раз тоже хочу повторить, что нужно 25-го числа обязательно отпрашивать стабильник, как еще, и какие-то данные слушания, и там задавать им вопросы еще. Вот. Здесь, мимо того, что самому лесу непонятно, есть еще очень много вопросов. Очень много вопросов. И часто, если вот допустим, вот здесь ТЭС-2, там вот стоит труба от этого, забота по сжиганию отходов. Одни тоже, и уже вожбина, и они сидят сюда вот. Оружая, которая в север, она сейчас стекается сюда вот. Да. А люди дышат. А те вот, эти вот, ветераны, беременные женщины, они же тоже это вот. Если не будет, будет идти туда вот дальше. Ну, у нас там Калугию... На Можайскую, на Сочинскую тоже будет. Это лесочек, а там ту местность, которые будут защищать, скажем, любой, ну что... А летом, а туманов... Так туманов уже сколько, а когда вон тот лес... ...все рубили. Ему нужно на провод... Да. Вот. Воды... Да. То есть, тут очень много вопросов, понимаете. Именно эти вопросы нужно задавать административный город Володя Стока. Здесь очень мало, если вы видите, очень мало, их почти нету зеленых насадейцев. Я вообще ничего нету в городе. Нету садиков. Садики, которые имеются, они переобравниваны под другие утверждения. Объект сделан под школу. Ну, конечно, там было бы школа интересована. Да. Второй садик, вот он под... Это объект общественного здания. Тоже, на каком основании? Объект общественного здания. Эти вопросы тоже нужно задавать. Вот. Ланбишь самого тоже, оно все допустимые нормы, как бы, превышает. И оно тоже, как бы, снимает, текут воды. Там, ну, по количеству там это нагибы делают. То есть, тоже дым идет весь, как бы, тоже получается. То есть, это все, это все нарушает экологию. Это дарьон, по сути дела. Он вообще, он, как бы, находится на окрове города. И, рядом, пользуясь тем, что, как бы, люди мало задают вопросов. И не стараются пользоваться этим самым делом. И они вырубают. Там вырубили лес, там лес вырубили на патриотах. Сейчас это и остатки леса вырубили. Вот. Значит, нужно приходить туда. И обязательно все эти вопросы задавать. Спасибо, Николай. Второй момент. Мы все с вами понимаем, что у нас, по-моему, сколько? Раз, Оля, раз в шесть или раз в семь лет утверждается генеральный план Владивостока. Откуда идут все ошибки? То есть, смотрите, пример такой. Допустим, есть, грубо говоря, кусочек леса, да? Вот. Проходят общественные слушания. Естественно, заинтересованные лица, там, не знаю, там, либо застройщики, либо какие-то другие компании, заинтересованные, допустим, вырубить какой-то плачок земли. Естественно, они приносят свои предложения в администрацию и в генеральном плане за место леса арестуются буква Ж. Что, в принципе, и здесь произошло. Я к чему это говорю? Потому что вот эти ошибки при утверждении генерального плана, они были допущены и допущены причем в таких достаточно массивах лес. Поэтому действительно здесь, 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 конечно, необходимы меры как судебного вмешательства. Об этом Оля сейчас об этом расскажет. Давай. Меня зовут Ольга Дымникова. Я с твоей стороны уже не первый раз занимаюсь, скажем так, мероприятием. И одно из них было связано с лесом на Змеюке. Сейчас я вам хочу просто в комплексе обрисовать картину, да, которая связана с нашим городом. И наш город, он входит в состав, скажем так, нашей большой страны. Мы знаем, что в нашей большой стране бардак соответствует в нашем городе как продолжение такое же. Все начинается с изменений, которые у нас сейчас проходят в законодательстве. Основной закон, который влияет на строительство городов, это градостроительный кодекс. В нем сегодня специально предусмотрено такое количество ухищрений, чтобы были счастливы в городах проживающих не люди, которые здесь живут, а заинтересованные лица. И в связи с этим вот генеральный план, который у нас сейчас состоялся как таковой, изменения, внесенные в него. Генеральный план у нас датируется 10-м годом, а изменения вот были сейчас. Как это происходило, наблюдали многие люди, но не все, скажем так, знают подробности, да, потому что по градостроительному кодексу основной интерес, вообще единственный интерес, который там преследовался, интерес заинтересованных лиц. Заинтересованные лица и люди, которые на сегодняшний день все еще, пока, стоят у руля администрации города и края. Люди-коррупционеры, люди, которые перебегают с одного места на другое. И сейчас очень важно эту ситуацию не просто отсветить, но закрепить ее законодательно. То есть нам нужно обязательно изменить территориальное назначение этого места. Нам нужно законодательно, на генеральном плане зафиксировать его как парк. Вам нужно всем активно участвовать. Нам нужно провести огромную работу юридическую, чтобы все правильно было составлено, чтобы санитарно-защитная зона, которая здесь должна быть, от кладбища, от каких-то других моментов, да, чтобы была произведена комплексная оценка территории, чтобы выехали специалисты соответствующие, а те, которые не выехали или сдали заключение ложное, сели в тюрьму, понимаете? Мы сейчас с вами на этом примере должны поставить точку жирную в этом беспределе, потому что в каждом районе, каждый месяц, несмотря на то, что генеральный план состоялся, возникают такие конфликты, и люди почему-то должны, понимаете, мириться с нарушением. Каждый генеральный план, он предполагает определенные правила, которые основываются, базируются на строительных нормах и правилах, на региональных нормах и правилах. Это большая наука, которая к нам перешла еще со времен ДССР. Все было продумано. Вот все наши старые районы, да, в городе, вы видите, какие они комфортные, везде есть парки. Ну, не парки, но хотя бы в нашем городе, когда город правильно планировал, соблюдали парки, понимаете? Соблюдались все правила, понимаете? Возле каждого населенного, то есть каждый населенный пункт, вот, средний населенный пункт, каждый район в городе, да, он предполагал, вот, к примеру, по отношению к застройке 25% отделения. И в пешей доступности 40% площади от района это должен быть парк. Это должно быть и сейчас так, понимаете? Эти люди, которые сейчас воруют наши леса, они их продают, они продают наши парки, они занимаются неподребными делами, понимаете? Я очень вас прошу, чтобы вы не отступали, чтобы вы собрали большое количество подвесей, и деньги в карманах. Каждый, чтобы проявил сознательность, понимаете? То есть мы сейчас должны внести изменения в генеральный план, который преступно в этом году, в предыдущем, были подтасованы. У нас огромное количество территорий, которые наш город превратят просто не в город, а в отстойник. Вы уже видите, что на Патрухле происходит. И таких районов миллион, понимаете? Да, будет только ходовая. Это не видно со стороны. Вот, к примеру, все понимают, там территория, как она должна вообще выглядеть. Вы со страхом думаете об острове Русский. Понимаете? То есть у многих есть машины, да? Все понимают, что там должно быть. Если мы сейчас не вмешаемся, если мы сейчас не внесем изменения в генеральный план с вашей помощью, то нам города не видать. Понимаете? Получается, вносить изменения надо в изменения в план. Потому что вы говорите, в десятом году это все было нормально. Это вот недавно внесли. Вносить изменения в генеральный план. Те внесенные изменения, которые были сейчас сделаны, их нужно оспаривать, понимаете? Мы надеемся, что после вот этого резонанса мы найдем поддержку у местной администрации новой, у губернатора, понимаете? Но пока мы их не толкнем, вот так вот, знаете, они не сдвинутся. Пока вот так вот каждый будет за свой клочок. Пока вот, понимаете, как бы жареный петух не клюнет, никто не перекрестится. Да уже клюнет. Иначе начала, да? Эту ситуацию начал растащивать всем известный депутат Ищенко, Андрей, да? Как только он стал депутатом, он прекратил это делать. Понимаете? А почему его там вообще держат? Не выгнали его поганые под колено. Понимаете? Он всех обманул. Это уже политические игры, давайте не будем в это... Он всех обманул, понимаете? Уже на сегодняшний день это под комплексной застройкой. Этот момент тоже нужно отменить. Он мне нужно думать только о себе. И на русской такая же история, понимаете? То есть, для того, чтобы в городе был порядок, у города на генеральном плане, праведном, должно возникнуть проект по нервной территории. Это то, что является базой. То, на основании чего выстраивается благополучие и комфорт каждого района. Они пользуются тем, что его нет. И даже когда он есть... Я чувствую. На Агешель, где он был, они его проигнорировали. И теперь весь район, он туда не может ни въехать, ни выехать. И теперь они говорят, нужно делать вкат. А нужно делать вкат, это что? Засыпать побережье, понимаете? У нас уже засыпали на тихо побережье. И это может быть в любом месте, пока у нас не возникнет этот документ. И у вас есть просвет, понимаете? То есть, я понимаю, как нужно пойти грамотно и юридически, для того, чтобы выстроить эту картинку. И первое, мы даем, мы сегодня отвечаем в ответственную пользу тебя, подготовить к слушанию к 25-му числу именно обращение на изменение территориальной зоны. Это не вопрос. Всё. В рамках того, то есть Оля этим займётся. И мы пойдём на прессу. Кто стоит за этим планом? Мы не знаем. А, за этим планом стоит административный отдел строительства и архитектуры города Универска. Да, да, да. Да, да, да. Конкретно. 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 Конкретно за этим человеком всё. За этим мы не знаем. Сегодня самое главное. Вот давайте, коротко ясно. За этим стоит город. Мы хотим сказать, что вот на сегодняшний день у нас есть руководитель архитектуры города Владивостока. Десять лет человек, не имеющий архитектурного образования. Это чувствуется. Бухгалтер, юрист, руководитель отделом архитектуры, управлением архитектуры. Я проверила устав. В уставе нет ни слова про архитектурную работу. Сотрудников у них 93 человека. Представьте, это на улице города. Из них семь людей, имеющих профильное образование. Даже не архитекторов, а дизайнеров четыре. А остальные, ну там, наверное, архитекторы. То есть, вы представляете, остальные все продавцы. А у нас на ютубе про технический лес, вот там никто-то просто сам вот сделал, да? Я там сидела, ни одного даже лайка нет. Надо бы сказать, что побольше бы как-то вот информации, чтобы выделились. Такая организация управления по охране окружающей среды и природопользователей. Эта организация должна здесь стоять. Там трюкают много сейчас. Там вообще этот лес трогать. А она выдает что? Порубочные билеты. Хорошо. Так, все, давайте, давайте сделать. Смотрите, подождите. У нас собрание получается просто там, там. Давайте коротко и ясно. Задача сегодня прийти в администрацию. Дата, дата и когда нужно прийти. Обязательно придите, хорошо? Все. Остальное дело техники. Ваши подписи, ваши протоколы. Остальное дело техники. Уточнение жителей. Если необходимо у вас будет собрать нас или рассылку на WhatsApp сделать, мы это организуем, мы это сделаем. Все. Главное, будьте на пульсе. Держите руку на пульсе. Вопрос. Жители из Фадеева, из космонавтов могут приходить или только вот кто в сахарного пульсе? Все, побольше. Больше народу больше. Тогда надо родственников всех. Держите еще вопрос. Не важно, что вы можете прийти сегодня, а жители должны прийти. У них тоже такая проблема. Они могут прийти сюда. Это приветствуется. Скажите, пожалуйста, а почему... Спасибо вам большое. Молодой человек. Спасибо, Ольга. Мы назначаем такое время, которое все на работе. Одни пенсионеры только. Смотрите. Вот я только что говорю, вы не слушали. Я же говорю, общественное слушание назначает администрация. Может быть специально назначает в это время. Но мы просим вас в это время, чтобы вы пришли. Нет. Может быть ходатайство, чтобы они перенесли. Ходатайство, чтобы перенесли. У них есть постановление администрации. То есть они сами себе 9-8 человек решают, когда им нужно это сделать. Вот и все. Пока мы с вами будем ходатайство писать, подписываться, эти слушания пройдут уже и без вас. Вы знаете, самое главное, что нужно будет ставить в новости все. Когда будет общественное слушание, мы напишем правильный документ, такой, очень правильный для администрации, да, с вопросами там, с ответами, да. То есть очень важно, чтобы все расписались. Чтобы больше было людей. То есть мы должны, как мы скажем так, снять людей, которые... Как минимум, понимаете? Я хочу сказать это, да. Давай мне. Я знаю, Оля у нас занимается этим очень много и то, что нам большое болело. У каждого человека можно болеть. В общем, если будут какие-то частные вопросы, вы, пожалуйста, подходите и задавайте. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, будьте все вместе и будем решать этот большой вопрос. Хорошо? А сегодняшнее собрание где будет вообще? Сегодняшнее собрание, сегодняшнее собрание мы собрали с вами подписи и сделали протокол. Данные подписи и протокол, сегодня у нас присутствуют СМИ. СМИ, городской, городской, городской СМИ, все это присутствует, это все будет озвучено. Я хочу сказать, это что СМИ? А куда это? Клютубы ли это как-то? Ну давай! Они остались за стройкой, понимаете? Потому что адрес там... Так, кто не подписался, там поднимите руку, кто подписи собирает. Вот молодой человек, просмиссовывайтесь, пожалуйста. Всем большое спасибо, то есть еще увидимся с вами. Не забывайте про собрание, пожалуйста.